Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Скорбная, но в то же время героическая и торжественная дата, которая вошла в нашу жизнь не так давно. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Брещане почтили память с минутой молчания на традиционном митинге рэкпиами. 10 февраля по инициативе польской стороны свое действие на неопределенный срок прекратил пункт пропуска Бобровники в Гродненской области. Как это повлияло на ситуацию на погранпереходе для легковых автомобилей в Бресте и сколько приходится стоять в очередях. Улучшить качество подготовки будущих поваров, повысить их интерес к избранной профессии и способствовать развитию творческих способностей. На конкурсе профессионального мастерства выбрали лучшего повара из представителей учреждений образования. 18 февраля – День памяти Дмитрия Михайловича Карбышева. Подвиг героя почтили в средней школе номер 20. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Для всех это скорбная дата, но в то же время героическая и торжественная, которая вошла в нашу жизнь не так давно. 34 года назад советские войска покинули Афганистан, на территории которого 9 лет, 1 месяц и 18 дней офицеры и солдаты проявляли стойкость и мужество, оставаясь верными боевой присяге. Все дальше вглубь истории уходят годы афганской войны, но навсегда в памяти останутся эти события. Ведь эта война, как и многие другие боевые операции в горячих точках планеты, принесла много горя в белорусские семьи. Боль отцов и матерей, вдов и детей, чьи родные не вернулись тогда, разделили жители города Бреста почти в память минутой молчания на традиционном митинге-реквиеме. Холодный декабрь 1979 года. Согласно договоренности по просьбе правительства Афганистана на территорию этой страны, для защиты порядка вводится ограниченный контингент советских войск. Никто даже не мог и предположить, что пребывание советских войск в соседней стране растянется на более чем 9 лет. Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно надо помнить. Сохранение памяти о ребятах, которые отдали свои жизни в далеком Афганистане, это святой долг и органов власти, и всей общественности нашего города. И вы видите, что с каждым годом количество людей не уменьшается. Я бы сказал бы даже, что мы, особенно в этом году, по-другому оцениваем вот этот подвиг в силу той ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны. Но одновременно мы счастливые люди, потому что у нас афганцы это крайняя категория ветеранов. У нас не появляются новые ветераны войны благодаря политике нашего президента. 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов и 34-ю годовщину окончания боевых действий в Афганистане, в городе над Бугом прошел торжественный митинг. Для полутора тысяч брещан афганская война стала нелегкой страницей биографии, а 28 наших земляков погибли, защищая интересы советского государства. В парке воинов-интернационалистов к мемориальному памятнику цветы возложили руководство города, представители депутатского корпуса, общественных организаций. Под звуки торжественной мелодии духового военного оркестра прошла церемония возложения к памятному знаку венков и корзин с цветами ветеранами-афганцами, родными погибших, чтобы вспомнить те события и почтить память своих боевых товарищей, после чего в память обо всех погибших в афганской войне была объявлена минута молчания. Через афганскую войну, следуя присяге, прошли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, и тысячи военнослужащих, выполняя свой армейский долг, отдали собственные жизни. Все дальше вглубь истории уходят годы афганской войны, но навсегда в памяти народной останутся эти события. Я кадровый военный, закончил военное училище, и будучи уже старшим лейтенантом, 26 лет меня отправили для прохождения до службы в Афганистан. Всплывает в памяти сразу сама местность Афганистана, сами события, и такое, как бы, трудно передаваемое, душевное, вот как будто переносится туда на определенный момент, и такое волнение, и, в общем-то, радость того, что мы закончили эту войну, и то, что там приобрел друзей, получил жизненный опыт. Время, как говорится, лечит, но все равно эта дата у нас ассоциируется с теми днями, когда мы были молоды. В Афганистан я попал, срочная служба моя, мне было 18 лет, чуть больше 18, пройдя учебное подразделение в Таджине, соответственно, я в дальнейшем попал в Афганистан. После прилета в Афганистан, в Кабуль, ну, реальность, конечно, чуть-чуть поменялась. Особенно она поменялась, когда пришли выходить на боевые операции. Белорусский народ всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят, слезы матерей, вдов и детей. Память об утрате земляков навсегда останется незажившей раной у каждого. Муж погиб. Мне было тогда 48 лет, сейчас мне 87. У меня муж был золотом. Таких редко бывает. Как отец был, это надо только было позавидовать. Все женщины всегда говорили, что да. Мы прожили с ним 27 лет, он погиб. Конечно, для меня это трагедия. И замуж я ни за кого не выходила и даже не подпускала к себе, потому что равных ему нет. Мы очень любили друг друга. Так встретились. Он в военном училище учился в Новосибирске. Я сама из Сибири, из Новосибирска. Он там окончил училище. И вот познакомились, любились. Прожили 27 лет. Как в сказке было все. Дети, все так вот. И было все хорошо. Но видите, как повезло. Не повезло. Сегодня, чтобы отдать дань памяти погибшим во время боевых действий в Афганистане и присоединиться к историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», право установить знаковую табличку с QR-кодом, предоставили мэру города Бреста Александру Рогачуку. Будем продолжать работу по сохранению памяти, по дальнейшему обустройству вот этого святого для брещан места, парка воинов-интернационалистов. Работы идут здесь достаточно большие. И уже сейчас мы начали подготовку к 35-летию вывода войска. Это следующий год. Скажу так. Для меня еще, как руководителя города, общественное объединение воинов-афганцев является очень мощным фактором и стабилизации обстановки социальной в городе, общественно-политической. И, естественно, ветераны войны Великой Отечественной уходят. Воины-афганцы очень достойно принимают эстафету патриотической работы. Работа с молодежью, работа с населением. Поэтому, поверьте, что это дата особая для нашего города. Все дальше, удаляясь по времени, война в Афганистане пристает в новом свете и открывает неизвестные страницы. Незменным остается одно – воинский долг, честь и верность присяге. Поколение 70-х – это они стали солдатами афганской войны. Это о них слова командующего войсками Бориса Громова. Этим солдатам нужно ставить памятники. Об их подвигах нужно помнить – сочинять стихи, писать книги и песни. Так образовавшийся в Афганистане во время войны ансамбль «Голубые береты» погремел на весь СССР и продолжает выступать до сих пор. Проносятся книжки, но не пасны. Отдали они, пусть мы все выстегали. Многие их песни стали по-настоящему народными. Они на слуху и по-прежнему очень эмоционально и сильно действуют на слушателей. Спустя 34 года после вывода войск из Афганистана ансамбль «Голубые береты» продолжает ездить с концертами. Одной из точек, где они порадовали своей музыкой слушателей, стал город Брест, где они и выступили. На концерте прозвучали знаменитые песни, по которым «Голубые береты» узнает любой. Это и синева, и боевым награждается орденом и память. Для нашего города большая честь, что именно 15 февраля в этот особый день с нами группа, которая собой олистворяет тему Афганистана. В это не верил никто. Я даже, честно говоря, сам сомневался, но когда это получилось, я счастлив, как и все, в этом зале. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». В продолжение темы. Теперь уже далекие 80-е годы прошлого века. После выполнения интернационального долга в Брест вернулись наши земляки. Солдаты, офицеры и прапорщики, которые не по книгам и фильмам увидели страшное лицо, настоящий, хоть и не объявленной войны, а матери и жены воинов-интернационалистов засыпали в страхе получить похоронное извещение. С одним из таких героев нашему корреспонденту удалось побеседовать. Сергей Бойко. Имя того, кто испытал страх, понюхал пороху, но вернулся домой живым. 15 февраля исполнилось 34 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Та война продолжалась почти 10 лет. Оценивают ее по-разному, но только не те, кому довелось побывать за речкой, кто там хлебнул по полной солдатских тягот, видел смерть товарищей. Для них та война – неотъемлемая часть судьбы. Возможно, самая трагическая. Один из таких – Сергей Бойко. Как и у всех мальчишек в то время у нас, наверное, были планы стать офицером. Но, поговорившись с родителями, я сказал, что я буду поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Родители, конечно, мудрые, опытные. Отец сказал так, сынок, пойдешь служить на срочную, если понравится это твое, значит будешь военным. В дальнейшем, соответственно, закончивши школу, я уже в военное училище не поступал, а в 18 лет был призван в ряды вооруженных сил. В дальнейшем попал, сразу же была определена команда 20А, это 20А, это буква обозначала, наверное, Афганистан. Призывался я из Гродно, соответственно, а попал в учебку в Туркмению под Ашхабад. Туркмения, вот она, это там, где я был в учебке. Вот видите, моры, а вот сюда чуть-чуть, вот Таджин, вот это мой учебный центр был. То есть, в дальнейшем, когда, ну, мы, дальнейшая наша служба пролегала в Афганистан, с Таджина мы попали в Ашхабад, в столицу Туркмении, и, соответственно, оттуда самолетом нас перебросили в Кабул. Сразу почувствовалось вот это летание вертолетов, разрывы в горах, ну, сразу же мы почувствовали, ну, как можно сказать, запах войны. Соответственно, настолько психологически мы за этот день устали, ну, во всяком случае, я, потому что сюда бежать, туда бежать, что потом, ну, сразу же нас в этот же день не всех не разобрали по подразделениям, мы ночевали в палатках. В то же время уж слишком тяжелы были и физические, и психологические условия пребывания в Афганистане. Каждый день на войне мог стать для Сергея Геннадьевича последним, а жить очень хотелось. Поэтому, несмотря на страх, совместно с товарищами он выполнял свой армейский долг и видел, как многие из них отдавали собственные жизни. Когда мы попали туда, конечно, наша романтика поменялась. Мысли, представления об Афганистане очень поменялись, потому что мы, большинство, стремились туда проверить себя как мужчину, потому что нам казалось, это серьезно, это война, это романтично. Но я говорю, романтика очень быстро слетает, когда видишь рядом подорванных товарищей, разрывы, ну, и все то, что за собой несет война. В таких-то условиях стараюсь не думать о чем-то плохом. И как бы мы в глубине души все равно каждый думает, что плохое со мной не должно случиться. Ну, я скажу, что только глупый человек, ему не страшно, и он ничего не боится, это все сказки. Просто к определенным моментам ты привыкаешь. Моя первая операция была очень для меня страшная. Я, когда мы еще поехали, была она в такое нехорошее место, Джалабадское. Когда мы шли колонной по ущелью после Кабула, то есть мне казалось, что должен стрелять каждый камень. Я настолько чувствовал, как я ладонью сжимаю автомат, мне казалось, что я его вот сейчас раздавлю. Хотя, глядя на своих сослуживцев, которые уже послужили полтора года почти к увольнению, они сидели спокойно, в полное спокойствие, потому что они понимали, что вот здесь более тихое место. В этом, может быть, чуть-чуть надо. Но первая операция была очень для меня внутри психологически напряженная. Различные операции, разгром караванов и, наконец, прикрытие вывода войск из Афганистана. За два полных года в самой горячей точке планеты тело Сергея Бойко навсегда покрылось афганской пылью, а сердце – шрамами. Он видел все – глупости, предательства, солдатская смекалка и настоящий героизм. Но, несмотря ни на что, для Сергея Геннадьевича это был один из периодов в его жизни, где родился характер и дружба на всю жизнь, проверенная боями с душманами и горами воинствующей республики. Могу сказать, что мы очень быстро повзрослели. Мы, конечно же, поняли, что такое помощь друг друга, что такое реально братство боевое, что такое выручка, взаимопомощь. И ряд негативных качеств человека очень быстро в таких ситуациях слетает. Может, он не полностью исправляется, но в данной ситуации он становится гораздо чище, лучше. И просто там без этого нельзя. Сегодня Сергей Геннадьевич с гордостью показывает свой китель, который увешан орденами и медалями за отвагу. Одна из боевых наград – это медаль за боевые заслуги. Вот она, она была вручена при выполнении интернационального моего долга в Афганистане. То есть это та моя боевая награда. В дальнейшем у нас было благодарственное афганского народа. Это их медаль нам вручена. Ну и, соответственно, памятный знак «Воинный Трансалист». Остальные уже медали – это те, которые были заработаны мной во время службы в офицерской должности. Трагические события 80-х оставили глубокий кровавый след в истории каждого воина-интернационалиста. Говорят, время лечит. Но с этим не согласны те, кто прошел горнило афганской войны. Раны зарубцевались, но душа по-прежнему болит. А теперь о ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. Еще в ноябре 2021 года польская сторона приняла решение о закрытии самого крупного пункта пропуска – кузница Брузги. После этого потоки транспорта из Минска и Гродно на Белосток отправились через Побровники. Но, видимо, и эта мера для нашей страны-соседки показалась недостаточной. Потому уже 10 февраля свое действие на неопределенный срок прекратил и пункт пропуска Побровники. Теперь на всю Беларусь в польском направлении осталось только два пункта пропуска – Козловичи для грузовых машин и Брест-автодорожный для легковых. И оба находятся в Брестской области. Как решение польской стороны повлияло на ситуацию на границе, много ли автомобилей из других регионов, сколько приходится ждать в очереди на выезд из Беларуси и въезд из Польши, на все эти вопросы ответит следующий сюжет нашего выпуска. Существующие нормы предусматривают пропускную способность на границе в час более 70 легковых транспортных средств. Однако с часа до двух ночи польская сторона в эти сутки на пункте пропуска Брест-автодорожный приняла всего один автомобиль. А с 4 до 5 утра было оформлено 4 транспортных средства. Стою где-то с двух часов дня и вот только до сюда доехал. То есть вчера вы приехали, да? Да, да, да. Ночь переночевали здесь и до сих пор еще стоите? Раньше было быстрее гораздо, очень быстрее. Сейчас, я не знаю, ну я первый раз так попал, что прям очень долго и мы вообще почти не двигаемся. Павел Бублевский один из тех, кто стал заложником ситуации. Он едет в Польшу по делам фирмы и считает, что вынужденный простой на границе случился не по вине белорусов. Белорусская сторона насколько качественно работает, на ваш взгляд? Качественно, наша качественно работает. Ну просто если бы была пропускная система в Польше такая же, как у нас, то не было бы таких заторов. Не так часто ездим, но вот попадается такое, что как сегодня, так когда закрыли вторую границу, то есть стал вообще кошмар. 16 ноября вчерашнего дня мы стали на границу. Вот на сегодняшний момент мы находимся только еще даже не прошли наших пограничников. 10 февраля свою деятельность на неопределенный срок прекратил пропускной пункт легковых автомобилей «Бобровники», что в Гродненской области. Теперь на всю Беларусь в польском направлении остался только один, и он находится в Бресте. Ожидалось, что с этим будет связан поток транспорта из Гродненского региона. Однако в этой очереди нам удалось найти лишь два таких автомобиля. Один из них принадлежит семье Буснюк. Чтобы добраться до Бреста, им пришлось преодолеть путь в 200 километров. А до Белостока, куда они направляются, нужно проехать еще 150. Но уже нет ни сил, ни желания. Сложно очень стало. Вот в 17.00 мы приехали, встали, и вот до сих пор стоим. То есть уже 10 часов утра. То есть, как видите, еще неизвестно, сколько будем стоять. После закрытия 10 февраля пункта пропуска «Бобровники» польской стороной, пункт пропуска «Брест-автодорожный» остается на сегодняшний момент единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Вместе с тем, существенного увеличения пассажиропотока за этот период не произошло. То есть, как ранее проходило в среднем около 600 легковых транспортных средств на выезд, собственно говоря, эта тенденция сохранилась и сейчас. Так, за текущую неделю максимальное количество выезжающего транспорта наблюдалось 13 февраля. Тогда проследовало в Польшу 670 машин. Вместе с тем, бывали дни, когда проезжало немногим более 400. И это при том, что пропускная способность перехода – 1700 транспортных средств в сутки. Основная причина очередей, точно так же, как и последние полгода, является неритмичная работа польской стороны. Проблема с очередями сохраняется на протяжении уже более полугода, фактически сразу после введения без виза для польской стороны, то есть с 1 июля 2022 года, такая ситуация сохраняется по сегодняшний день. Как правило, в пятницу и субботу количество выезжающих транспортных средств увеличивается. А в связи с тем, что воскресенье является неторговым днем в Польше, как правило, торговые объекты закрыты, наименьшее количество выезжающих граждан приходится на воскресенье. В будние дни, как правило, примерно одинаковое количество граждан выезжает. О времени прохождения границы мы поинтересовались и у людей, въезжающих в Беларусь с польской стороны. Разница впечатляет. Мы едем в Брест, мы встречаемся там с друзьями, вещи они нам передают некоторые. И польскую границу прошли быстро, ну где-то около минут 10-15, не больше, наверное. Два ряда было машин и практически не стояли. До вас мы спрашивали, люди называют цифру, там 10 минут прошли, 11, а вы за сколько прошли? Ну, полякам быстро, мы тоже, как бы, там минут до 20. Очевидно, что польская сторона намерена и вопреки пропускным нормам, прописанным в Международном соглашении пограничных и таможенных ведомств, задерживает прохождение транспорта из Беларуси. Но, к сожалению, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Понятно, что делается это все по политическим причинам, но самое печальное, что страдают от этого обычные люди. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Областной конкурс профессионального мастерства среди учащихся учреждений образования, осваивающих профессию повар, прошел на базе Брестского торгово-технологического колледжа. Цель мероприятия – не только улучшить качество подготовки будущих поваров, но также повысить их интерес к избранной профессии и способствовать развитию творческих способностей. Аналогичные региональные конкурсы проходят сейчас по всей стране, а их победители представят свою область на национальном этапе, который состоится в Минске. Умилые руки нарезают овощи, на сковородке ароматно дымятся шампиньоны, а в духовом шкафу томится горячее блюдо. Но это не кухня элитного ресторана, а площадка Брестского государственного торгово-технологического колледжа, на которой проходит конкурс профессионального мастерства среди будущих поваров, учащихся учреждений образования Брестской области. Сейчас период отборочных региональных этапов. Мы отбираем лучших представителей учреждений образования работающей молодежи в каждом из регионов по областям, плюс город Минск, которые в мае месяце представят и будут защищать честь своего региона уже на национальном этапе конкурса, который пройдет в пятый раз. То есть вот более десяти лет уже конкурсом профессионального мастерства, который проводится по правилам WorldSkills. Профессиональные конкурсы проводятся по всем направлениям. Мы прекрасно знаем, что один из показателей, наверное, профессионализма и подготовки кадров, рабочих кадров, о чем постоянно говорит и глава государства. Вот это как раз в контексте этой политики, которая поддерживается нашим государством. И здесь, сегодня на базе ТТК, база очень здесь достойная, хотя, конечно, нужно развиваться и дальше, и мы это будем делать для того, чтобы не терять квалификацию, готовить специалистов высокого класса. Но вместе с тем, вот одна из задач этого конкурса – это именно проверка возможностей подготовить специалистов высокого профиля. Музыканты выражают себя через созвучие ноты, аккордов, художники яркими красками. Но повара с помощью удивительных сочетаний различных продуктов. А вот насколько вкусным может быть такое творчество, продемонстрируют сегодня 11 участников конкурса. Еще за месяц до проведения областного этапа они получили конкурсное задание и одинаково для всех перечень продуктов. У каждого участника было время продумать и подготовить оригинальный рецепт приготовление трех конкурсных блюд – овощного крем-супа, горячего блюда из птицы и необычного десерта с использованием мандаринов и хвои. Я на данный момент готовлю елку, соус из нее и топлю шоколад на водяной бане. Надо сосредоточиться, воплотить идею и не теряться. Помимо конкурсных заданий, они еще и выполняют скилл-тесты. Чтобы оценить их профессиональные навыки, они будут распознавать молочные продукты, пять видов молочных продуктов, ну и готовить такое блюдо-комплимент, которое из тех ингредиентов, что у них есть. Доставлять – это сюрприз для них. К этому они не готовились. А в это время Иван Бабко из Пинска создает оригинальный десерт. Ему предстоит приготовить безе с мандариновым хунтом, кремом и с маскарпоне и сливок, а изюминка блюда станет изысканный декор. Вот это элемент на сладкое блюдо – декор. Это из эмаль, я его растопил, вылил на силиконовый коврик и сейчас он должен застыть. Какие у вас ожидания от данного конкурса у нас? Ну, получить хорошие эмоции, это мы уже получили. Ну, занять хотя бы не последнее место. На выполнение конкурсных заданий участникам отвели 5 часов. Через 4,5 часа необходимо было подать первое блюдо, а затем с интервалом 30 минут все последующие. Оценивать работу участников конкурса на площадке будут 11 экспертов от учреждения образования области. А больше всего повезло трем независимым судьям, которые будут дегустировать приготовленное блюдо. Кстати говоря, среди независимых наших экспертов – это наши выпускники. Только прошлых лет давно закончили наш колледж, но всегда отзываются на нашу просьбу. Во всех ресторанах они являются учредителями, сушефами, шефами, заведующими производством, главными технологами, ведущими. Поэтому мы очень рады, что мы даем такой вот старт. Пять конкурсных часов пролетели незаметно. И вот, наконец, наступило время подачи блюд. Кулинарные шедевры во всей красе предстали перед экспертами. Судьям пришлось непросто, ведь каждое из блюд необходимо было оценить сразу по нескольким критериям, главным из которых являются вкусовые качества. Немаловажную роль также сыграли креативность задумки и оригинальность подачи. При подведении итогов эксперты-профессионалы отметили, что были приятно удивлены уровнем подготовки участников. А первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Александр Жук поздравил всех ребят, ведь каждый из них уже победитель. В целом оценка жюри компетентного достаточно, очень высокая. Это хорошо, ребята. Вы в любом случае приобрели соревновательную практику. Это очень важно. Ну а первый диплом конкурса был вручен учащийся Брестского торгово-технологического колледжа Валерии Пашкевич. Теперь ей предстоит подготовка к республиканскому этапу конкурса, на котором девушка представит Брестскую область. Это большая честь и ответственность. Немаловажно и то, что с этого года главным призом для обладателей трех первых мест на национальном этапе станет зачисление без экзаменов высшее учебное заведение по профилю. Займ в первом месте у меня даже в планах не было. Просто самой себе доказать, что я смогу, что я одолею этот путь, что дальше будет круче и будет сложнее, конечно, но будет все намного лучше. Безумно страшно, но хочется рвать дальше. Давайте познаваемся больше и больше. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Афганская война. Уже история, но по сей день причины и итоги ее продолжают волновать и тревожить людей. 15 февраля. Этот день отмечен как день памяти воинов-интернационалистов и как день скорби для тех, кто продолжает любить тех, кто погиб. 34 года прошло со дня вывода контингента советских войск из Афганистана. Сухая историческая формулировка констатирует факт, но ничего не может рассказать о той войне. О ней помнят ветераны-афганцы. Память о воинах-интернационалистах хранят в музеях. В средней школе номер 13 имени Валерия Хована воина-интернационалиста, выпускника этого учебного заведения, о своем герое и об афганской войне знают много и говорят об этом трепетно. В этом убедилась делегация коллектива открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». Продолжение темы в следующем материале выпуска. Бесконечно оказалась афганская война, забравшая жизни сотен сыновей Беларуси, искалечившая судьбы родных и близких. Но и ей пришел конец. Оставлено десятилетие боли утраты, осознание бесценности человеческой жизни, трепетное отношение к сохранению памяти о своих героях. Имя Валерия Хована вписано золотыми буквами в историю средней школы номер 13 города Бреста. Память о нем пощтили в этом году сотрудники предприятия «Берестейский пекарь». Сын своей земли, герой своей страны, бессмертный подвиг Валерия Хована служит ярким примером безграничной любви к людям. В далеком 1987 году на чужой земле Афганистана он, не раздумывая, отдал свою жизнь, спасая товарища. Все важные моменты, его совсем короткая биография зафиксированы в музее средней школы номер 13, экскурсию по которому проводят школьники. Родился Валерий Иванович Хован 24 февраля 1964 года в городе Бресте. Таким вы видите первоклассника Валеру, а таким он окончил школу в 1981 году. С детства мечтал стать кадром-офицером. И для исполнения своей мечты упорно занимался спортом и изучал язык военного дела на уроках МВП, начальной военной подготовки. Среди тех, кто пришел почтить память Валерия Хована, и воин-интернационалист Николай Шиш. Он рассказывает собравшимся об афганской войне, а в горле ком. Неудивительно, ведь люди, прошедшие крещение войной, другими глазами смотрят на мир и на ценности. У них особый вкус жизни, у них особое понимание важности подвига солдата, и сердце болит от воспоминаний. Болит очень даже. Это не можно все передать, что я видел и что я прошел. Я весь Афганистан искалил сил на колесах. Я возил грузы, я возил продукты, я возил снаряды. Я все это за два года, которые я сделал в 42 рейса в Термес. Я хочу сказать, нас никто не спрашивал. Я выполнял интернациональный долг. Я защищал свою родину, которой я гордился именно Советским Союзом. Я не сказал, что я не пойду, или я с труси убежал. Я не убежал, я пошел защищать свою родину, Советский Союз. Война – это проверка человека, проверка его личных качеств. Тут обмануть нельзя. Это или ты враг, или ты друг. А враги бывают не только среди тех, в кого стреляют, но это бывают люди слабовольные, которые не выдерживают испытания, на которых нельзя положиться. К счастью, у нас таких почти не было. Все дальше уходят от нас военные события того времени. Только сейчас, спустя годы, глубина осознания всего ужаса, который пришлось пережить молодым бойцам, выполняющим свой долг, заставляет нас не забывать о ратных подвигах, недолюбивших, недоживших, не вернувшихся с той войны. Потрясающе. Я откровенно скажу, я уже говорил в приветственном слове, что об истории Великой Отечественной войны, мы со школы, о Первой мировой всех, мы, наверное, больше знаем о войне 1812 года, французов. А вот об этой войне, ну, не знаю, как-то. Этот музей, я говорю, огромные слова благодарности сказать всем тем людям, которые сделали это. И это очень правильно. И сегодня для меня, говорю, это такое открытие. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Новости Бреста. 18 февраля во многих подсоветских странах отмечается День памяти Дмитрия Михайловича Карбышева. Генерал, ученый, до конца войны он не дожил два с половиной месяца, погибнув от мучений, причиненных в концлагере. Большое количество памятных мероприятий проходит в честь этого легендарного человека. Одно из них состоялось в средней школе номер 20, которая носит почетное имя Дмитрия Михайловича Карбышева. 18 февраля – дата особая для учащихся и администрации средней школы номер 20 города Бреста, которая в 2015 году была присвоена имя легендарного защитника Брестской крепости Дмитрия Михайловича Карбышева. Это учреждение является центром патриотического воспитания молодежи. Здесь представителям подрастающего поколения прививают лишь лучшее, воспитывая чувство патриотизма, гордости за свою страну. По традиции, учителя, учащиеся и администрация школы собрались у памятника Дмитрию Михайловичу Карбышеву, чтобы почтить память героя. 2023 год, как вы знаете, объявлен Годом мира и созидания. И в этот год, как и предыдущие годы, мы проводим митинг в память о Дмитрии Михайловича Карбышева. Говорим молодежи о том, что нужно быть достойными людьми, настоящими патриотами своей Родины. На примере Дмитрия Михайловича. Нерукотворный памятник создал себе Карбышев. Мы его чтим, помним и отдаем дань уважения его подвигу жизни и деятельности. В 45-м за несколько месяцев победы СССР над фашистской Германией жизнь Дмитрия Карбышева оборвалась. Но память о нем вечна. Его подвиг будет жить в веках. Дмитрий Михайлович, став символом несгибаемой воли, и стойкости останется в памяти благодарных потомков навсегда. История Дмитрия Карбышева показывает о его любви к Родине, о том, что он был готов сделать для нее, о том, что он сделал для нее. Он не зря прожил свою жизнь, и его слава будет вечной. Мы, как учащиеся школы, гордимся Дмитрием Михайловичем. Он олицетворяет мужество и любовь к Родине. Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске и почтили минуты молчания память человека, подтвердившего известное изречение о том, что в жизни всегда есть место подвигу. И чтобы память об этом светлом человеке не угасала, по минутную хронологию того дня теперь можно узнать через установленную цифровую звезду с QR-кодом. В рамках международного историко-патриотического проекта «Цифровая звезда» знаковая табличка с QR-кодом появилась здесь, в школе номер 20 города Бреста имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Очень знаково, что именно в День памяти Героя Советского Союза мы оцифровали мемориальную доску у школы, тем самым, скажем так, формируя у наших подрастающих поколений, у учащихся школы, интерес и уважение к местам боевой славы, увековечивая их трагическое и историческое прошлое. Память вечна, а потому увековечить историю героев – это долг каждого из нас. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Буктовы. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БукТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин